Масленичный кот известен каждому. А как же быть другим, пушистым и хвостатым? Исправить это досадное недоразумение решили в благотворительном фонде «Шанс». И в первый день весны, на который в этом году пришлась масленица, провели день открытых дверей. Мы пригласили гостей, для того, чтобы они пообщались с нашими собаками, и чтобы побольше людей узнало о нашем приюте. Пожалуйста, приезжайте к нам, мы всегда вам рады, наши собаки всегда ждут гостей. На праздник пригласили как партнеров, ветеринара, грумеров, зоопсихолога и волонтеров, которые сотрудничают с фондом уже не первый год, так и просто всех неравнодушных. Угощали гостей блинами с горячим чаем и паэльей. Ну и, конечно, не оставили без угощений и подарков четвероногих жителей приюта. Волонтеры регулярно привозят корм, воду, лекарства. С пустыми руками в гости приходить не принято. Собаки об этом знают и с радостью ждут встреч. Приезжают в приют целыми семьями. Четвероногие питомцы рады любой помощи. Даже если это просто ласковое слово или прогулка на свежем воздухе. Ведь выгулить более 50 собак – задача непростая. Дети учатся правильно обращаться с животными, а сотрудники фонда делают все, чтобы это общение приносило только пользу. Все собаки социальны. С ними работают кинолог и зоопсихолог. Естественно, питомцы находятся под бдительным контролем ветеринарных врачей. Собаки обработаны от паразитов и привиты. У каждой есть собственное удостоверение собачьей личности – ветеринарный паспорт. Такие прогулки – отличная возможность показать ребенку, что собака не игрушка, а живое существо, за которое нужно нести ответственность. Это живое существо. Если человек берет собаку, это должно быть настолько взвешенным решением, то есть как будут проходить дальше отпуска. Потому что заводя себе животное, у нас меняется вся наша жизнь. Потому что это такой же член семьи, как завести ребенка. Дни открытых дверей в приюте в первую очередь проводятся для того, чтобы привлечь внимание к проблемам его обитателей. Чем больше людей не останется в стороне и окажет любую пассивную помощь, тем комфортнее собакам будет ждать своих будущих хозяев. Моя позиция такова, что на данный момент стоит брать собак из приюта. Потому что, когда ты покупаешь собаку, во-первых, ты спонсируешь разведение. Собак и так немерено выкидывают. В том числе, вот хаски у нас очень много брошенных. А когда ты берешь собаку из приюта, ты спасаешь ей жизнь. И приносишь радость не только себе, но и собаке. Очень много стало людей приходить с собаками из приюта. Особенно последние три года. Это очень радует. У нас есть один мужчина, у него, по-моему, уже шесть собак. Шесть, да, и сейчас будет еще завалить. И как раз-таки хаски и самоеды у него. То есть уже берут, и не только породистых, и просто метизов. И это вот очень радует. И если жестокая реальность порой заставляет вас сомневаться в существовании доброты и настоящей дружбы, то здесь все еще действуют старые, как мир, правила. Чужой беды не бывает. И друзей не бросают в беде. Настоящих друзей, которым, как воздух, нужны любовь и дом. Анна Коростелева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.